24 октября на официальном ютуб канале Нью Ворлда вышел очередной видеоблог от разработчиков. Как обычно, я приготовил для вас основные моменты, о которых нам рассказали. Лайк, подписка, колокольчик, минутка спонсора. Фанпэй поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. Фанпэй. Никакой рутины, только фан. Ролик начинается с разговоров об обновленной дорожной карте. Таблицы лидеров, выход которых нам обещали этой осенью, выйдут немного позже. Разработчики знают о том, что мы этого ждем, но что-то у них не срастается и они не успевают. Зато уже в этом декабре нас ждет зимний ивент и новая экспедиция. Как и в прошлом году, ивент будет называться «Зимней конвергенцией». Но ничего не сказали о том, будет ли он повторяться или нас ждет совершенно новое событие. Мне же кажется, что АГС все-таки привнесут что-то новое, ведь летний ивент получился на порядок лучше зимнего. Новая экспедиция же станет смесью Амрайна и Старстоуна. Уже давно ходили слухи о том, что в Морнинг Дейле есть ворота под вход в данж, так что из существующих локаций, под тематику эншентов, эта локация подходит лучше всего. Кроме этого, нас ожидает в ближайшее время первый внутриигровой рейд. Как многие знают, на просторах пустыни появляется песчаный червь, и в игре есть целая квестовая цепочка, рассказывающая о нем. Во внутриигровых файлах модельки и файлы, связанные с этим червем, лежали в папке с PvE-аренами, да и ачивка за убийство червя была связана с ареной. Разработчики же сказали, что это будет полноценный рейд, и в ближайшем будущем он будет доступен на ПТР-сервере. Скорее всего, он будет находиться в юго-западной части Браймстоуна, и под него есть разметка на карте. Пока непонятно, сколько игроков будет принимать участие в этом рейде, но нам обещают невероятную сложность, так что должно быть интересно. Также исходя из этого, мы можем предположить, что к выходу подходит и новая версия поиска групп, ведь ту, что есть сейчас на лайве, разработчики назвали лишь первой, временной версией, а новая, по идее, должна содержать информацию о камнях и вардах. Информацию о рейде и группфайндере мы узнаем в ближайшее время, ведь в день выхода девблога на форуме появился пост о закрытии ПТР-сервера. Одно из главных нововведений, которое жду лично я, это кросс-серверные БГшки, и разработчики сказали, что они уже упорно трудятся над этим нововведением, но на данный момент никаких точных сроков дать не могут. Первой БГшкой, которая перейдет на кросс-сервер, станет ОПР, а в скором времени после этого все игровые события переместят на эти колеса. Нам прямо сказали, что о поиске групп для арены ОПР разработчики не думают, но вполне вероятно, что ПВЕ поиск групп может стать кросс-серверным. Я уже давно говорю, что изоляция серверов это главная проблема Нью-Ворлда, и разработчики наконец-то начинают двигаться в верном направлении. Еще одно нововведение, которое мы должны увидеть в ближайшем будущем, это система пресетов снаряжения. Работа над ней ведется уже очень давно, но разработчики не показывали ее, потому что хотели отполировать все шероховатости. Точной даты нам не дали, но велика вероятность, что ЭД появится уже на следующей волне тестов. Ну и первое, что приходит на ум после разговоров о пресетах снаряжения, ЭД Трансмог. Как и предполагалось, разработчики подтвердили его разработку, но никаких точных дат нам не дали. И последнее, о чем шла речь в обсуждении дорожной карты, это ивент Back to Eternum. Со 2 по 18 октября определенные стримеры будут выдавать свои твичдропсы. На официальном сайте уже вышла новость, а я скорее всего написал ее перевод в группе в Дискорде, так что велкам. Стримеры будут играть на специальных выделенных фреш серверах, где нельзя создать персонажей обычным игрокам. А вот уже после проведения этого события, сервера будут открыты для регистрации, и скорее всего умрут из-за нехватки игроков. Следующее, о чем нам рассказали, это изменение оружия. В будущем контроль над балансировкой оружия будет более жестким, чтобы предотвратить доминирование каких-либо спеков. В ближайшее время нас ждут очередные фиксы эскейп способностей рапиры, уменьшение урона от дальности выстрела и понижение стамина дэмэджа у мушкета, а также увеличение монокоста у флеймтравера. Отдельного замечания удостоился Хатчет, потому что разработчики понимают его имбовость ПВЕ и пристально наблюдают за его балансом. Кроме этого, разработчики хотят сделать блокирование более юзабельной механикой, пересмотрев расчеты стамина урона и сделав персонажей в блоке более мобильными. Также они обращают внимание на взаимодействие игроков в группе во время блока. Пока что сложно понять, что имелось в виду, но возможно будет увеличено прилипание именно к персонажам в блоке или добавлены бафы вроде правой ульты у щита. Что касается главной ПВП активности игры, Outpost Russia, разработчики прямо сказали, что хотят сделать его немного более ориентированным как раз таки на ближний бой. Кроме изменений в блоке, подтолкнуть к этому игроков должна переработка системы начисления очков, чтобы у лучников не было огромного отрыва по очкам по сравнению с какими-нибудь хэви-миликами. Но в целом, идея снайперского оружия это одна из фишек игры и они не хотят полностью от нее отказываться. Далее нам немного рассказали о грядущем изменении систем контроля городов. Наконец-то началась борьба с подставными гильдиями. Во-первых, при выходе из гильдии на персонажа будет вешаться трехдневный кулдаун на войны. Во-вторых, будет введена усталость от войны, и одни и те же игроки не смогут участвовать в нескольких войнах. Усталость будет суточной и будет распространяться не на персонажа, а на целый аккаунт. Так что игрокам, у которых по два персонажа на каждом регионе, придется прокачивать новых. Кроме этого, набитие инфлюенса будет проводиться в заранее намеченные дни в определенное время. И скорее всего, оно будет разным для каждого города. И вот это уже действительно интересно. Ведь теперь задефать свой город можно будет не только на осаде, но и в открытом мире, на моменте закраски. А сторона, которая хочет набить войну в локации, может ускорить закраску, захватив как можно больше фартов на карте. То есть, теперь количество очков фракции за пвп квесты будет увеличено в зависимости от того, сколько фартов держит ваша фракция. Что в свою очередь, должно ускорить закраску территорий. И в принципе, это выглядит очень интересно. Только я не понимаю, зачем в таком случае надо было убирать квесты на захват форта и убийство игроков. А вот что однозначно плохо, это новость о тренировочных войнах. Как нам говорили ранее, войны в формате общедоступной БГшки находятся в разработке. Однако теперь нам сказали, что они переносятся на неопределенный срок. Естественно, это связано с переносом рейтинговых таблиц. И возможно, это как-то связано с кросс-сервером. Что касается более мирных занятий. В скором времени в игру будет добавлено несколько новых профессий. А также будет увеличена глубина старых. Можете понимать под этим словом что угодно, потому что комментариев, как обычно, никаких. В целом, все последние деф-блоги выходят довольно противоречивыми. И этот не стал исключением. С одной стороны, нам заанонсили и рейт, и систему пресетов снаряжения. Рассказали о будущем балансе. Довольно интересно переделали систему контроля территорий и затизерили новые профы. Но, с другой стороны, нам толком-то не дали никаких сроков и перенесли выход нескольких ожидаемых механик. Лично я очень расстроился из-за того, что в ближайшее время мы не увидим новых БГшек. Но был приятно удивлен, когда узнал, что Червь станет полноценным рейдовым боссом. Обязательно напишите, что думаете по поводу этого деф-блога. А огромное спасибо Острею, Илье Чулкову, Омену, Миов ГГ, Экворту, Хамеру, Дон Санти, Ардентману, Айхантеру и Роксару за подписку на бусте. И огромнейшее отдельное спасибо Зевсу за мегабуст. Всем спасибо за то, что досмотрели до конца и поставили лайк. И до встречи на просторах Этернома. Субтитры сделал DimaTorzok